Губернатор, слушай, вы живы! Губернатор, слушай, вы живы! За 2013 год он положил себе в карман, я буду так назвать, ну пусть не себе, 4 миллиарда рублей. Эти сиденья ушли в офшор на Кипр. Если в 2014 году владельцам шахт хватало и на Кипр, и на выплаты горнякам, то в 2015-2016 ситуация только ухудшилась. И это мягко сказано. За эти полтора года им выплатили кому 160 рублей за полтора года? 200 рублей, 260 рублей шахтерской семье за полтора года. Это ужасно. Я вот там ходил по шахтерским семьям, смотрел, как они живут. Беднота это сказать, что все равно, что ничто не сказать. Как солдаты шли в последний бой, так и эти трудяги в шахты. Не знаю, выберутся ли живыми с двухкилометровой высоты, где стоит кромешная темнота и устаревшее оборудование, которое могло дать сбой в любой момент. А еще сбой мог дать собственный организм, едой для которого служила лишь корка хлеба. И это на целый день. А ведь в советское время профессия шахтера была одной из престижных, которая оплачивалась достойно. Сейчас же зарплаты задерживают не только шахтерам. За один квартал невыплаты зарплат по всей стране увеличились в два раза. Долги растут в геометрической прогрессии. Несомненно, сидеть сложа руки нельзя, и свои права надо отстаивать, считает Антон Иваньков. Прежде всего, нужно обратиться в органы прокуратуры, Федеральную службу по труду и занятости, к уполномоченному по правам человека, а также в иные государственные органы. Статья 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает меры виды уголовных наказаний, вплоть до лишения свободы. Статья 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает виды административных наказаний. И, наконец, статья 236 Трудового кодекса Российской Федерации устанавливает материальную ответственность работодателей в виде уплаты процентов денежной компенсации в размере не менее 1,5 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки. Депутат КПРФ Валерий Рашкин, который лично встречался с шахтерами в Гуково, отметил, что региональные власти пообещали расплатиться с горняками до конца 2016 года. Они намерены получить средства из Федерального резервного фонда. Он также уточнил, что всего шахтерам планируют выплатить 340 миллионов рублей. Если же ситуация не стабилизируется, шахтеры намерены предпринять более жесткие меры, чем митинги и пикеты. Редактор субтитров А.Семкин